Доброе утро Жаркое в чем? Мы проводим, собственно говоря, дни и ночи в планировании, потому что перед нами стоит следующий год, нам необходимо разработать стратегии, определиться с планами на будущее, защитить бюджеты и обосновать, собственно, эти цифры перед нашими руководителями, собственниками, учредителями, советами и директорами. Этот форум, который сегодня проходит, очень важен с точки зрения, как уже говорила Оля и предыдущие докладчики, с точки зрения того, чтобы обменяться опытом и иметь возможность подтвердить свои гипотезы, свои решения перед советом директоров и перед самими собой. Телевидение – очень важная, очень желанная составляющая для любого маркетолога. Кто из нас не мечтал бы, чтобы его бренд не засветился на телевизоре? Но когда вы начинаете считать цифры или думать в этом направлении, очень часто не хватает информации. Я поделюсь своим опытом, который получила компания, получил наш бренд благодаря запуску нового продукта. Но не буду говорить о рекламной компании. Я поговорю и буду рассказывать о том, как мы запускали свой продукт, используя продукты, создаваемые телевизионными каналами. И расскажу о том, как, собственно, мы изменили лицо бренда, лицо категории за прошлый год. Собственно, бренд, который я представляю, мы занимаемся приправами и специями. Еще несколько лет назад, компания, года 4-5 лет назад, мы были сильным региональным игроком. Но на сегодняшний момент мы уже являемся полноправными участниками категориями, занимаем лидирующие позиции в сегменте натуральных приправ. Основным инструментом продвижения на рынке является, я уже говорила, прежде всего упаковка. И только два бренда в основном занимаются постоянной медийной поддержкой своих категорий. В данном случае мы видим, что 2010-2011 год два ключевых игрока, это Торчин и Мивина, и немножко пробовала Эко, все, 2%. В 2011 году Торчин и Мивина, немножко Кнор попробовался и Эко, опять же, по чуть-чуть присутствуем. Мы для себя, принимая решение, что необходимо делать, выходить на телевизор с рекламной компанией или работать с ассортиментным портфелем, или с тем и с другим одновременно, посмотрели на то, как воспринимают, собственно, Торчин и Мрию, лидеров рынка. Стоит ли нам работать с ними в этом контексте по поводу ассортиментной политики, наблюдать за их удачными проектами. И с точки зрения потребителя мы видим картинку, когда, собственно, красным контуром показывается, как воспринимается торговая марка-приправка среди потребителя. Ну, понятно, вот желтая – это Мивина с усилителями вкус, ароматизаторами и консервантами, синяя – это Торчин, более такой равномерный контур идет по вкусам, по цене, по представленности в торговых сетях, по ценности, там, с точки зрения дизайна упаковки, восприятия продукта. У нас главное преимущество – то, что мы, по сравнению с ними, натуральные, у нас достаточно большой выбор приправ с оригинальными, необычными вкусами, традиционных, привычных рецептур, и дизайн у нас неплохой, у нас проблема с представленностью в торговых сетях. Ну, в принципе, есть на чем работать, куда стремиться. Вторая группа, которую мы выделяли отдельно – это Мрия, торговая марка, и Эко. Собственно, видим, что наш профиль где-то не дотягивает по натуральности. Может, кто-нибудь подскажет, торговая марка Мрия, что покупаете вы? Перец, да. Это главная позиция, собственно, на рынке специй и приправ. Перец – это то, что есть у всех. И, в принципе, отражает ситуацию, которая свойственна украинскому рынку. Специй и приправ и вообще кулинарному рынку. Люди наши достаточно традиционные. Самые главные специи, которые есть у нас на кухне – лоровые листы, черный перец. Собственно, и на этом зарабатывают в основном эти категории две. Мы для себя определяем, что мы хотим работать в категории приправ. Приправ для готовых блюд. Потому что для меня было открытие, что большинство потребителей таки предпочитают покупать готовые смеси, которые уже помогают им приготовить какие-то блюда с гарантированным вкусом. Но мы хотим делать это натуральным. И, собственно, я хотела бы продемонстрировать, а как же выглядит наш потребитель. Если мы сможем включить видео. Да, вот так. Нет. Сейчас она поможет. Мне для начала селёдку и фри. Так несерьёзно. Господа, прошу внимания. Сегодня я предлагаю вам тыквенный мусс-баттернат с каштановым желе и равиоли в томате на листьях дуба. Ну, фри хотя бы будем? Нет, нет. Это блюдо подаётся с красной свёртлой и паприкой в салатнице, с морковной пенкой и каплей сидра азенкор. Это что за петель? А паприку засуешь сам знаешь куда. Ну, вот, собственно, иллюстрация того, как выглядит наш потребитель. Учитывая, что это французский фильм, да, и это родина, одна из раскрученных в плане кулинарии стран для нас. И вот так выглядит картинка. Для нас это, собственно, ещё более суровая реальность, потому что каждому маркетологу, ну что там сделать дифференцированный продукт? Положили там тамарин, ажгон, какую-то необычную смесь, сделали там азиатскую кухню или ещё что-то. Столько поля для творчества. Ну, на самом деле, идёт приправа для... Есть три позиции, которые идут лучше всего, ключевые, на которых зарабатываются деньги. Это приправа для курицы, для мяса и рыбы. И какой бы серию вы не пускали, всегда будет курица, мясо и рыба, ну, ещё котлеты, сало, борщ и так далее, да. И как бы нам не хотелось принести европейские тренды, раскрыть новые горизонты перед нашим потребителем, но мы сталкиваемся с такой стойной непониманием. Но, несмотря на это, мы решили для себя, что мы будем разбивать, мы будем трудиться в том направлении, чтобы создавать своего потребителя, определили для себя гигиенетиты бренда. Натуральность, уникальность рецептуры, ингредиентов, которые мы будем использовать, будем расширять горизонты, не только черный перец, лавровый лист, а очень чем-то другом. И развитие широкого кулинарного прогнозора у потребителя за счёт информационного и обучающего маркетинга. Но как же это сделать, когда бюджетов-то нет, когда оборачиваемость продукта 1,5-2 месяца, когда потребитель покупает, потребляет в течение месяца порядка 16 грамм приправ, то есть это меньше столовой ложки, да, и стоимость приправы, собственно, составляет от 2,5 до 6 гривен, там, основной сегмент. Много ли мы их зарабатываем? Ну, мы решили действовать постепенно и пришли к таким выводам. Изначально мы, в нашем бренде, есть позиции, такие, как и у Торчино, и у Милины, вкусовые приправы, мясная, грибная, со вкусом курицы, мяса, и так далее, да. На этот момент данные приправы занимают порядка 70% рынка. То есть украинцы едят соль с глютаматом натрия, там, да. Это основное, что потребляется. И, собственно, Торчино и Мивина лидеры в этом сегменте зарабатывают в основном там деньги. Но мы решили для себя, что мы переведем, уберем эту категорию из нашего основного бренда. За это время мы сделаем рестайлинг-упаковку, добавив туда натуральности, но это займет много времени. И параллельно мы должны все-таки запустить новый продукт, уникальный, с добавленной ценностью, с достаточно маржинальной, и который поможет привлечь внимание к обновленному бренду. Натуральность – хорошо, но натуральностью никого не удивишь, потому что даже, собственно, химические приправы, они содержат в себе элементы натуральности и добавляют за счет того, что они пишут, например, без консервантов, но не с усилителями вкуса. Но при этом они рисуют какие-то символики на упаковку, выносят коммуникацию, которая говорит о натуральности. Будет достаточно тяжело побороться с ними в этом сегменте. Дальше что мы сделали? Мы посмотрели по сторонам, взяли Нильсон и обратили внимание на Торчин, который в этот момент, когда мы разрабатывали стратегию, выводил на рынок новый продукт. Это приправа с пакетом для запекания, то есть товар с подкреплением, товар с добавленной ценностью. Внизу специи, в верхней части пакет, в котором все смешивается и готовится блюдо. Приправа расходуется за один раз, увеличивая оборачиваемость продукта и дает новый опыт для потребителя, воспитывает потребителя за счет того, что драйвит еще категорию на телевидении. Мы решили воспользоваться этой ситуацией, но пошли дальше, посмотрели, что же делает Торчин с точки зрения поддержки на телевидении и видим, как меняется картина, когда он выводит продукт. Собственно, это флайт рекламной кампании, начиная с 2010 года, когда он начал запускать продукт. В 2011-м уже два флайта, в 2012-м уже четыре флайта. При этом за промежуток с 2010 по 2011 год произошел рост продаж на 368% у них. Мы задумались. Картинка классная, и нам захотелось тоже приобщиться к этому рынку, что-то сделать в этом направлении, использовать этот продукт. Но что делать? Мы делаем выбор. Мы делаем продукт натуральный, в отличие от Торчина на тот момент. Пакет для запекания используем тоже в этом продукте. Но нужно включить что-то еще. По результатам маркетинговых исследований, которые мы, зондирующие, проводили, было выявлено, что потребители смотрят кулинарные шоу, что они готовы экспериментировать, но только когда они доверяют тем людям, которые, собственно, их учат. Они доверяют проверенным рецептам, блогам, кулинарным книгам, кулинарным экспертам. Ну и в качестве экспертов, как частично может выступать, собственно, лидеры мнений и хедлайнеры кулинарных шоу. На тот момент, это 2011 год, август, да, мы проводили исследования, и то, что показали те шоу, вот такое распределение было. «Едим дома с Юлией Высоцкой», «Пекельная кухня», «Адская кухня», «Мастер-шеф», то, что смотрели иногда наши потребители, не систематически, задумались о том, кого же мы можем использовать в качестве человека, который может и разработать рецептуру для нас, потому что мы ставили не только на использование медийного лица, мы хотели, чтобы рецептура была разработана шеф-поваром, и плюс автор рецептур должен быть селебрити. Для себя мы определяем, что это должен быть обязательно профессиональный шеф-повар, медийное лицо, известное на Украине, должен обладать чистым имиджем, не связанным с сознанием потребителя с другими торговыми марками, то есть не рекламировать все подряд, должен быть позитивный образ, и он должен совпадать, собственно, с целевой аудиторией, целевая аудитория звезды должна совпадать с целевой аудиторией нашего бренда. То есть мы сделали, собственно, проекцию целевой аудитории каждого из хедлайнеров и начали принимать для себя решения. Три хедлайнера, да? Высоцкая, Нациканов и Эктор Хименес Браво на тот момент выходили. Собственно, посмотрев на рейтинги, мы посмотрели дальше, что происходит с имиджем Высоцкой. Высоцкая, да, где ее только нет. Фокстрот, Тефаль, Мелочи жизни, соусы Руна, в России очень много соусов. Мы связывались с каждым из трех персонажей, которые мы хотели использовать для создания своего продукта. С Высоцкой, с Эктором и с Нацикановым. Высоцкая, что нас не устроило, в принципе, как бы то, что достаточно потертый немножко имидж, да, для восприятия бренда. Кроме того, Юлия очень сильно настаивает на том, чтобы использовались Едим дома, это ее торговая марка, вплоть до того, что, собственно, наш продукт становится носителем ее бренда. И схема работы – это работа Royalty, когда выставляется определенная цена за реализацию конкретного продукта, единицы продуктов и объемов продаж. Адский шеф Нациканов. Как бы у него имидж достаточно брутальный, многим он нравится, но были опасения по поводу него. Во-первых, он не шеф, он ресторатор, да, он с кулинарией меньше, как бы, ассоциируется у потребителя. И вот брутальный образ, как бы, кому-то нравился, кому-то нет, голоса распределились, как бы, в совете директоров. Тут уже мнение потребителей не имело значения. Я так понимаю, что я на больное давлю, да? Так вот, адский шеф. Ну, он классный, но мы написали, пиар-директор его не ответила. Ну, хорошо, ему не повезло. И следующий персонаж. Как вам? Правда, няшечка, да? Я просто еще с фейсбука не взяла фотографию там, где он с чоком. Доброе утро, Украина. И замечательный песик, который приветствует теперь Украину еще. Собственно, целевая аудитория, когда мы тестировали, потом уже перейдя к продукту и созданию, собственно, приправ, когда мы выходили и показывали фотографии, тестировали, народ, барышни просто млели, причем разного возраста, начиная там от подросткового и заканчивая там пенсионным. Этот мужчина, мужчина моей мечты, боже, какой он, ой, такой и такой. В общем, мы приняли решение и начали с ним работать. Очень многие сомневаются в том, что когда мы выпустили продукт, что мы не использовали просто лицо и поставили его на упаковку и использовали для продвижения. Очень многие сомневаются в том, что Эктор разрабатывал приправы. На самом деле наше сотрудничество началось именно с того, что Эктор разрабатывал все рецептуры приправ, которые есть. То есть он является лицом своего собственного продукта, который он сделал. Это было ключевое, то, что мы хотели заложить. Отличия и в рецептурном составе. Это, собственно, фотографии с мастер-класса, который он двухдневного, который мы проводили в такой нетрадиционной обстановке, где весь топ-состав, включая технологов, продажников, маркетологов, снабженцев, все участвовали в разработке рецептур. Он учил, как это делать. Мы готовили и проводили мастер-класс вместе. Одно из главных для меня и важных вещей, что мы не можем управлять просто имиджем, не создавая качественные продукты. И первое, что мы закладывали в систему отличий, как бы дифференциацию продукта на первом уровне, это его состав. И, собственно, вы можете оценить, как выглядят аналогичные приправы, только «Магик», «Нор» и «Торчин», которые на 60% состоят из крахмала, мальтодекстрина, соли и других приправок. И в нижней части это, собственно, приправы в крупной фракции, которая помогает потребителю убедиться в натуральности и в богатом купаже. Приправ, который создавался шеф-поваром. Ну, все классно, можно сделать классный продукт, замечательный, но на этапе реализации все может быть умножено на ноль. Я сейчас ускорюсь. И, собственно, мы провели тендер, в котором участвовали рейтинговые агентства по разработке дизайна. И к концу тендера у нас началась депрессия глубокая. Мы сложили руки и подумали, что гонорары, уплаченные Эктору, были потрачены зря. Но! Нас спасло Юве. Спасибо. Едет в зале, может быть. И... Да, можно похлопать. Собственно, это лицо серии, которое получилось, и то, как изменилась категория. Черно-белый, эксклюзивный дизайн. Это отдельно сделанный фудстайлинг, который, собственно, каждую травинку выкладывал Эктор в кадре совместно с нашим фудстилистом Юлией Маланюк. И, естественно, была поддержка в Мастер-Шефе. Спонсорство, спонсорские ролики, интеграция, брендирование страниц на сайте и, собственно, журнал Мастер-Шеф. По результатам мы подвинули категории, изменили составляющие категории. И в 2012 году мы отодвинули Мивину и немножко раздвинули Нестлэй бренды и стали на второе место по заработанным GRP. Изменили лояльность, знания, потребление нашего бренда. Что касается серии, хотела бы сказать, что серия за два месяца... Мы опоздали войти в Мастер-Шеф с продакт-плейсментом нашей серии. Производство ее началось в октябре месяце, в ноябре месяце начались только отгрузки. Собственно, к декабрю, когда Мастер-Шеф закончился, мы вообще практически не успели стать на полке. Серия вошла в категорию А за два месяца, начиная с ноября месяца до конца года. Это данные. 39% товарообороте составило. И знания серии достигло 16%. Это при том, что знания у торговых марки Камес и Котани 12% при том сроке жизни, которые есть у них на рынке. И небольшая демонстрация, как бы, наши объемы продаж. Это посередине справа продажи Торчина в этой категории. Я цифры убрала, но пропорции остались. И Кнор, который еще в этом сегменте представлен. Собственно, все говорит о том, что мы смогли, мы правильно использовали продукт, созданный СТБ, созданный командой профессионалов, занимающихся Мастер-Шефом и благодаря Starlight. Так что мы продолжаем. Спасибо. писывайтесь на наш канал. Продолжение следует...